Всем привет! Продолжаем играть в Death Stranding. Это вторая серия у нас, и мы остановились на том, что Сэм у нас вступил в Бриджес. Ну что, помыться, побриться и отправиться в путь. А, вот я еще не осмотрела стойку со снаряжением. Вот что мне осталось. Этот корпус удалит весь хиралис твоего костюма. Кстати о костюмах. Покурировали синие, у медиков красные, у сжигателей тубов оранжевые, у охраны черные. Ну что ж, теперь можно и выйти. Ура! Ну, ты подумал над моими словами. Не набит хиралис, но для людей из дома безвредно. С их помощью ты сможешь воссоединить мир и вернуть все, как было. Я насильщик. Мне нет делать соединений. И до узлов. Но я сделаю все, чтобы помочь Амелии. Субтитры создавал DimaTorzok Сэм, послушай. Терминалы, которые люди Амелии строили в городах, через которые ушли и двигаясь на запад, называются узлами. Инфраструктура целовала, но сеть не работает. Сейчас по ней можно передавать только голосовые сообщения по проводной связи, по беспроводной и малой объемам данных. И если в конкретной точке нет нужных данных, наши хиралиграммы не отобразятся. Если ты вдруг не в курсе, Амелия и другие члены Бриджес, которых ты видел, это изображения, сгенерированные из локальных данных. В общем, тебе нужно просто найти узел, подключить Кьюпид и активировать систему коммуникации. После подключения к терминалу, ты сможешь запустить обмен большими объемами данных в нулевом времени. И таким образом, мы наладим связь не только друг с другом, но и с нашим прошлым. Все потерянные фрагментированные данные будут восстановлены. Это как взять ископаемое и воскресить динозавра. 4,5 миллиарда лет истории Земли. Все те знания, которые мы утратили после выхода смерти, вернутся к нам. Итак, друг мой, мы одолеем эту напасть. Когда заработать обмен данными, создавать граммы станет проще простого, и ты сможешь использовать хиральные принтеры. В конечном счете, мы сможем передать по сети все что угодно, кроме оригиналов, жизни и души. Ничего настоящего, одни копии. Да, вот поэтому носильщики никуда не денутся. И до и после воссоединения нам всегда будут нужны посредники. Не грешным покоя, да? Нет грешным покоя. О, Би-Би, пойдет со мной. Ну да, безделие, мать пороков. Все подробности в терминале доставки. Не забудь сходить наверх. Груз заберешь там же. Груз? На эти ботинки без слезы не взгляжешь. Да. Может мне их выбросить? Стой, погоди. Я хочу, чтобы ты кое-что проверил. Эти существа среагировали на мою кровь уже несколько раз. Среагировали? В каком смысле? Не знаю, ты же брал у меня кровь. Вот и скажи. Ладно, я посмотрю. Г Diet. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Достатковных лекарств Сэм, в описании заказов может быть жизненно важная информация Изучи ее прежде чем выдвигаться в путь Субтитры сделал DimaTorzok Ну, наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ Подожди, подожди, а я весь заказ, подожди, а я весь заказ взяла? Вот в чем вопрос у меня Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, ну что ж, вперед, самый важный груз у меня ближе к спине Приятного путешествия, Сэм Сэм, трижды проверил снаряжение? А, вот использовать крюк Естественная надобрость Естественная надобрость Ну пойдем Машины нельзя воспользоваться? Сэм Сэм Видишь, кто-то поставил знак? Ты тоже так можешь делать Послания, предостережения, слова ободрения, все, что придет в голову Продолжение следует... Ох Ооо О! Ммм! Йаааа! Вижу кучу лайков! О! О, это мое местоназначение! Круть! Ну что ж... Еееей, криптобиотчики мои любимые! Вкусням бы! Сэм, даже лучшие курьеры могут потерять груз! Но ты лучший из лучших! Ты сможешь завершить то, что нам удалось им! Если найдешь большие грузы, подумай о том, чтобы доставить их по назначению! Это легче, чем тебе кажется! Понимаешь, все наши грузы отмечены идентификаторами Bridges! И твой оглотек оснащен сканером, который их засекает! О! 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 Ну вы поняли, да? Так, а что мне тут? О! 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 Ох! О! О! Ох! О! Ох! Все эти штуки! Помни, Сэм! Каждый груз — это обещание человека в беде, Которая надеется, что ты придешь Не плачь, Биби Хорошо Ого, сколько тут разбросано Вы что, с ума сошли? Я столько не унесу Хотя Лайк Нет, ну это слишком Жадность Или помощь Биби не нравится, когда я Слишком болтаюсь В реке Ну, диски с информацией должны мало весить Скажете Так, кажется, это последний Ооо Диск с информацией Красс Эээээ, куда смотришь? О, привет Держи лайки Нет, ну это жесть С, С, М Сэм Нам бы добраться еще Кто-то тут разбросался. Образцы растений. Вау! Звучит круто. Главное, это все не прокрукать. Да тут повсюду раскидано. Нет, не бери столько. Препостое. Срой упай. Наверное, нам надо идти потихоньку, да? Так, через крематорий я не пойду, мне надо вернуться. Возвращаемся. Стоп. Это все для столичного узла. Черт возьми, подождите. Сэм. Если попадается крутой склон или склон, не забудь про лестницу. Обязательно ее применю. Интересно, как еще может ее использовать такой профи, как ты? И где все эти функи? Класс. Да выпендривался. Так, элли один и... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Простите, я когда-то должен был упасть. Просто я не убрала окно в куру бега. Ну-ну-ну-ну-ну. Угу, пользуется всем функционалом, отлично. Вожу тут по горам, увидите ли, потерянный груз, отлично. Ох, ё-о, ну это вообще жесть. Кажется, вот это вообще супер тяжелая штука, да? Баунч! Ну что ж, теперь надо просто слезть. Просто надо отсюда слезть. Поставим веревку ради интереса. Баунч! Баунч! Ух ты, а что это такое? А, это знак. Мы можем еще спуститься немножко. Вот прям сюда. Отлично. Погнали в столичное узел. Главное не упади, Сэмми! Что ж, я сделаю это, раз я набрала тут целую кучу. Хм-хм-хм. Хм-хм. Ему ведь нечего делать, чтобы идти на задание, а он собирается по пути. Ладно, ну не так уж далеко идти. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Вот это вообще просто люто. И прикольно. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Биби, нравится свист. Йей! Точно, я и забыла, что здесь есть такая штука, как износ. Ботинок! Хорошо, что у меня есть еще один. Надеюсь, он не старый с собой взял. Давай, Сэмми. Я прям чувствую, как это заваливается все. Ладно, пойдем сдадим и пойдем по местным значениям. Ладно. Невозможно удержаться, чтобы лишнюю коробочку не взять. Грузомания у Сальто. Блин, в какой реке тут перевод? Подожди, часы пришли. Интересно, если я часто по речкам ложу, мои ботинки пузы становятся? Наверное, все-таки отходим к Келли. Чип. Блин, я прям чувствую его на пужине. Никто не говорил, что будет легко. Классно он упал, конечно. Сальто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, весь этот груз я не сувал. Да, непростая работа, понимаю. Продолжение следует... Отлично, Сэм. Я вижу, ты вернул пропавший груз. Можешь оставить его тут на обработку. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути и не сумеешь дотащить, ты всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в ценности, а потом его заберут, заберут другой курьер. Даже если он пройдет через сотни рук выше, чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело. Класс, ты новичок? Сэм Бриджес. Благодарю. Мы благодарны за то, что ты проделал такой путь. Отлично, Сэм. Похоже, твой уровень связи растет. Вау. С повышением твоего уровня связи вырастет количество ресурсов, которые ты сможешь взять в комплексах. Очень важно. Мумии, пирамиды, кораллы, швакли, тубиоты. Вау. Смолы металла. Еееей. Еееей. Выдаешься курьер. Класс. Хе-хе. Сэм, у меня есть кое-что для тебя. Дайте веревку. А-а-а, кепка. Еееей, кепка. Класс. Радусь, как будто я ее получаю. Чувак подарил мне свою шляпу. До встречи. Дайте оденем ее. Я могу ее одеть? Сэм. Заслужил в итоге наград, да? Носи ее с честью. Ее обращают всем сотрудникам. Хочешь померить, зайди в личное помещение? А-а-а. Вот оно что. Носи кепку. Буду носить ее с достоинством. Ускорим процесс. Надеюсь, там не было ничего важного. А как ее надеть? Хм. Ладно, погнали. Вот что-то не получилось мне надеть кепку. Как это сделать? Хм. Открылся с вопросом. Ну все. А, точно. Я хочу... Вот так. Ну все, теперь побежали. Беги сами. Попробуем. Попробуем. Черни! Бауч! Я думала, можно проходить только через кружочек, а оказывается нет. О, можно походить через значочки, точно. Классно бежать по пересеченной местности. Вы меня находите? Ну, нам походу вдоль берега надо идти. Взрывы. 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 Немножко стремно. Примерно знаю, что меня ожидает. Всего-то надо пересечь эти хребты. И ничего страшного, что где-то там маячат вот эти полосочки, ниточки. Сэм. Лестница поможет тебе пересечь большинство рек. Ты знаешь? Мы тебе ее выдали, пользуйся. Сэм. Длительное воздействие темпорального дождя повреждает контейнер. Не оставайся под дождем дольше, чем нужно. Конечно, классно, но как мне спрятать? Взрывы. Я бы с радостью. Ну, видите ли, тут... Нет, где укрыться? Нет. 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 Немножко стремится. Так, а это я перехожу в зону... Куда? Ага. Ладно, мне всего лишь надо перебраться через реку и повернуть налево. Продолжение следует... 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 Чек. Умный или кастер? О, спасибо. Мы все скорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA. И для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. Супер. Спасибо еще раз. Может, похоже, все в полном порядке. И надеюсь, клуб тоже скоро будет. Пять процентов? А, это когда я упал. Ну ладно. Ты с твоей группой, да? А где остальные? Мертвы. Выпуск пустоты. Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, они отправили тебя одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. Три года мы ждали помощи. Три года. И послали одного человека? Черт, черт, черт. Иди, привет, кситоцин. Хотя бы что. Скажи. Так, у меня есть окситоцин. Ой. Как у меня есть Кьюпит? Правда? Так это правда. Они его навадили. Ну, возможно, не будет слышать о моем молитве. Так что ты ждешь? Подключи нас к чертовой сети. А можно к обычной сети вас подключить? Вау. А, ну ладно. Можно поспать дальше. О. Новая нить. Еееей. К пункт к западу от личного узла вступает ВСЕ. Далее. О. Почтовой ящик. Изготовление снаряжения. Доставить. Хранилище. Забрать. Передать. Класс. Этот район подключен к хиральной сети. Теперь вы можете видеть и использовать находящиеся в нем объекты, созданные другими игроками. Класс. Подтверждаю. Столичное узел подключен. Это происходит, как и обещала Амелия. Наконец-то мы займемся своей работой. Эй, ты идешь на запад, да? Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе. Честное слово, я... Никогда ее не видел. Только голографические сообщения, когда были первые экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди. Их больше, чем хороших. Но... Ты и сам это знаешь. Спасибо, Сэм. Отключив этот пункт хиральной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. И что дальше? В западу от порта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ним находится твоя цель – портовый узел. На краю кратера, возникшего после первого выпуска пустоты. Твоя задача – соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние большое. И мы хотим использовать распределитель и электростанцию. А куда направиться раньше? Начни с распределителя. Еще один груз есть, который нужно доставить. Забери ближайший терминал доставки. Чек. Твой труд приносит плоды, Сэм. Мощность сети увеличилась, и поэтому штаб-квартира теперь может дать тебе дополнительный материал и поддержку. Лишними не будут. Изготовить снаряжение. Давай. Сэм. С ПФК можно сделать почтовый ящик. Давай один сделаем. Хорош. Так, ну что ж, выполнение заказов. Заказы для Сэма. Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПФК. И сам в курсе, что если у тебя с собой нет ПФК, то его придется изготовить. Я сделаю один, что-то. Сэм, если твой ПФК в полном порядке, отправляйся на отмеченное место и поставь там почтовый ящик. Ты легко его найдешь, если будешь сверяться с картой компаса. Ну что ж, пойдем построим почтовый ящик. Так, простого пути тут явно нет. Хотя вон он показывает, что сюда можно спуститься. Какой-то такой путь вообще странный для постройки. Ага. Т Indians. Т Iran. Стиäusка. Стих看一下 со стороны. Главное не навернуться. Давайте я тут лестницу поставлю. Страшная музыка. Не дотягиваются? Пауч. Очень вовремя дождь, когда у меня брус с собой, да? Субтитры создавал DimaTorzok. Класс. Черт. Хе-хе-хей. Good work. Отменный почтовый вещь. Отменный почтовый вещь. Вы можете поделиться с партнером и оборудованием. Вы можете поделиться с вашими партнером. Вы можете поделиться с партнером и поделиться с партнером, и я уверен, что кто-то придет прийти и использует его. Если вы многое декоратив, почему не оставьте себе их задержку? Делайте по-другому, и они будут поделиться с тобой. Пойдем, донесем. Пойдем, донесем. Ах, да-хе-хе-хе! Понял, где я зашел? Чик, 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 чик. Во время дождя скользко, а еще груз, который у меня на руках, он легче повреждается. Где он там вдоль берега где-то лежит, да? Сейчас эти два донесем и пойдем подключать узел следующий. Ух ты, а что это там такое? Блин, он вдоль берега лежит. Это что-то прикольное. О, карты памяти. Сэм, если найдешь карты памяти, непременно сдай их с помощью ближайшего терминала. Я знаю, какие редкие ценные данные в них содержатся. Но и вклад непременно кого-то очень сильно порадует. Пойдем закинем все что нужно и и отправимся дальше. Чик, чик, чик. Я так рад, что ты здесь. Я рад, что ты здесь. Ты творишь настоящие чудеса. Я Сэм чудесный. Спасибо. Первая. Вау. Класс. Значит, в свободное время ты ищешь сокровища, а? Забавно. Я думал, у тебя его нет. Эй! А ты в свободное время приходишь поболтать, да? Ну что ж, теперь нам пора откровляться... Сюда! Ого, блин! Ого! Блин! Более! Старожевая вышка. Класс! Все, не обращаем внимания ни на какие грузы. Тихо-тихо-тихо! Не падай, пожалуйста. Это моя лестница. Нет, это не моя лестница. Тохи-тохи. Ей! Так, нам нужна лестница. чик погнали сколько тут всего лежит для столичного узла до что там такое так тут вроде все в порядке пошли да конечно с лестницы намного быстрее ходится эти реки а да и и плохие ребята да да это плохие ребята как бы мне их обойти вернуться с обратной стороны попробовать возможно это лучшая идея вдоль берега чик всегда любил тишину но это же классно а здесь вас нужно пробраться до берега что это за бережок такой вов сколько тут об чем-то серьезно а как здесь ну ладно а тихо 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 не падай все настолько плохо давай 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 отлично супер увлекательная штука а 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 Ну что ж, пойдем вдоль этой штуки, потому что там сидят бандиты. Мне кажется, этот путь тоже не такой простой, как кажется. Мне кажется, что это кажется, что не кажется. Продолжение следует... Внимание, Сэм, твой груз обнаружил. Уходи скорее, пока тебя не увидят. Чтобы тебя не понимали, беги к месту назначения. Вольно, беги в горы, Сэм. Ох, нифига себе, они тут стоят повсюду. Сэм. 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 Продолжение следует... 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 Я прям буду на злоку стою, да? Когда вы тут успели появиться? Можно вас спросить? Вас только что тут не было. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда нагрузка превышает его допустимый уровень на биби, он начинает синтезировать опасность соединения и фактически атакует сам себя. Это называется автотоксия. Если твой биби плохо работает, зайди в личное помещение и помсти в инкубат. Продолжение следует... 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 Супер. Сэм, еще раз спасибо, что приводишь людей в UCA. Новые данные интервью. Ммм, почта. Супер. Похоже, что мы подключились. О, достало лучше видно тебя. Из тех материалов для пункта, которые ты принес, мы сможем сделать для тебя все необходимое. Считай, что это наша благодарность. А теперь иди на запад и продолжай свою работу. Я как-то сам разберусь, что мне делать. Чео. Отлично. Распределитель подключен к сети. Сэм, сделай одолжение. Отнеси Би-Би в личное помещение и подключи к инкубатору. Прямо сейчас, друг мой, конечно. Пока мы с Би-Би не разберемся, мы отсюда не выйдем. Дедмен, ты здесь? Помогай. Так, Сэм, возьми капсулу и подсоединяй ее к инкубатору. Готово. Готово. Хорошо. Ммм, избыточный уровень стресса. Нужно просто вернуть ребенка в току матери. Матери? Матери? Она в анимационном отделении столичного узора. С мертвым мозгом, конечно. То есть некромант. И матка в некроматери обеспечивает связь между другой стороной Би-Би. Ну а ты, подключаясь к Би-Би, получаешь возможность чувствовать тварей. О-о-о. Эти капсулы имитируют условия нахождения внутри утрога. В противном случае, младенец просто не смог бы функционировать. Однако, обманывать его восприятие можно лишь недолго. Поэтому, что нужно периодически обновлять параметры следы, синхронизируя их с некроматерью с помощью хиральной сети. Вот, пошло обновление. В данный момент капсула психонизируется с некроматерью в столичном узле. И сразу перенастраивает свою конфигурацию. Если таким образом вернуть Би-Би в утробу, уровень стресса на время снизится. Ребенок как бы оказывается на своем месте. Эй, лицо довольное. Я скорректирую дозировку окситоцидов. Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Эй. Тебе следует помнить, Би-Би – это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них физически извлекли из марки некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными. Еще ни один образец Би-Би не прослужил дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Ну и? То есть никак нельзя сохранить жизнь Би-Би? Ты должен понять, мы еще очень много о них не знаем. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может быть мы и найдем ответы. А, да. Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устала, да и Би-Би тоже. Спокойной ночи, Сэн. Би-Би. Билашка. Чип и спать. На боку. Ты меня видишь? Как ты держишься? Меня не стерегут. Я не в цепях. Но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток. Домой. Спасибо. Правда. Все плохо. Людей в городах становится все меньше и меньше. Никто больше не забудет детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе, помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. Отварим и так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разреши меня. Разреши. Разреши. Привет, Сэм, это Хартмен. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела, и для моих исследований тоже. Ну давай. Принять душ. Видите, задача номер один. Можно увеличить масштаб. Что вы имеете в виду? Сэм, это Хартмен. Дэдмен передал мне твою просьбу, поскольку исследование твари курирую я. Я возьму образец твоей душевой воды, чтобы выяснить, какой эффект оказывают твои телесные жидкости. Ты изучал других людей с думом? Всех в Бриджес, себя и маму. Результаты пока неоднозначны. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкости, выделение хиралия, наполнение. Па-па-пам. Чпинг. Вот, возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Кто знает, может это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесной жидкости людей вроде нас оказывают на тварей. Подобный материал, наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге, думе. Может, еще не все потеряно? Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. А, уже почти все. Ну, остановим связь, ничего не будет, и что? И что тогда? Ничего. Я хочу проверить Биби напоследок. Давайте проверим. И пойдем. Сэм. Да, Сэм. Прости, что беспокоил во время уродов, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я их сам не смотрел. Но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь посмотреть почту через браслет или терминал у себя в попыте. Я хочу поговорить еще кое о чем. Кайрольная сеть дает нам возможность восстановить прошлое. Данные из разных руководов Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по фрагментам. Наши архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать все новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные им данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь посмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе архива. Тебе будет интересно. Я хочу BB посмотреть. Сохранимся. И я думаю, что на этом все. Спасибо всем за просмотр этой серии. И с нетерпением уже жду следующей. Как и ты, надеюсь. Пока.